Mitsubishi Lancer Evolution – спортивная версия популярной модели Lancer. Также известна как Evo. Классическим почерком этого японского спортивного авто является двухлитровый турбированный бензиновый мотор и полный привод. Итак, поехали! Первый Lancer Evolution был построен в 1992 году, специально для ролейных гонок. Как и говорилось ранее, авто имеет рядный четырехцилиндровый двухлитровый двигатель с турбонаддувом и полноприводную трансмиссию. Двигатель Mitsubishi выдает 250 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 228 км в час. Evolution был обновлен в январе 1993 года. Изменения в основном заключались в улучшении управляемости, незначительные изменения колесной базы, облегчение переднего стабилизатора поперечной устойчивости, а также увеличение ширины колес на 10 мм. Для улучшения аэродинамики был добавлен большой задний спойлер. Был установлен топливный бак объемом 50 литров. Мощность двигателя была увеличена до 260 лошадиных сил. В январе 1995 года был выпущен еще один представитель этой серии – Mitsubishi Lancer Evolution 3. Работа над улучшением аэродинамики была продолжена. Усовершенствовали передний бампер, в нем появились воздуховоды к передним тормозам и раздаточные коробки, добавили аэродинамические накладки на пороги, в очередной раз увеличили заднее антикрыло, что позволило улучшить управляемость автомобиля на больших скоростях, увеличив прижимную силу. Следует отметить, что третье поколение изменилось не только визуально. Инженеры изменили форму головки поршня. Степень сжатия в цилиндрах увеличилась до 10. В результате мощность двигателя возросла до 270 лошадиных сил. А для разгона до 100 км в час требовалось всего 4,9 секунды. В 1996 году была полностью изменена платформа Lancer, а вместе с ней и Evolution. Двигатели трансмиссии были повернуты на 180 градусов для лучшего баланса веса и ликвидации закрученной управляемости. Впервые была применена система активного заднего дифференциала, который существенно повысил управляемость автомобиля на высоких скоростях и в экстремальных режимах. Также были добавлены сидения Recaro и выбор между легкими гоночными колесами Oz размерами 15 или 16. Добавили также новые двойные турбокомпрессоры, которые помогли увеличить мощность до 276 лошадиных сил. Среди изменений внешнего вида четвертого Evolution выделяются две большие противотуманные фары на переднем бампере и новый дизайн задних габаритных огней. В Mitsubishi переработали Evolution 4 и выпустили Evo 5 в январе 1998 года. Были обновлены передние и задние крылья. Новый алюминиевый задний спойлер имел регулируемый угол атаки, позволяя изменять заднюю прижимную силу. А двигатель был усилен в нескольких аспектах, а также была увеличена степень сжатия. Поршни были облегчены с уменьшением боковых юбок. Кроме того, снова улучшили турбокомпрессор. Крутящий момент был увеличен до 373 ньютон-метр. Мощность увеличилась до 280 лошадиных сил. Изменения Evolution 6 в основном коснулись системы охлаждения и повышения надежности двигателей. Он получил большой интеркулер, большой масляный радиатор, новые поршни вместе с титаново-алюминиевыми турбинами. Кроме того, Evolution 6 вновь получил новый кузов. Изменения можно легко заметить по переднему бамперу, на котором огромные противотуманные фары были уменьшены и смещены к углам для улучшения воздушного потока. В 2001 году у Evo 7 самым большим изменением стало добавление активного центрального дифференциала и более эффективного дифференциала повышенного трения. Крутящий момент был увеличен до 385 ньютон-метр. Мощность официально осталась на уровне 280 лошадиных сил. Эволюшн вновь изменился в 2003 году. На этот раз были добавлены 17-дюймовые серые колеса NK и тормоза Brembo. Мощность двигателя в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач составляла 280 лошадиных сил. Лансер Evolution 8 был первым Evo, который начали продавать в США по причине успеха Subaru Impreza VRX, которая была выучена на 3 года раньше. Митсубиси Лансер Evolution 9 поступил в продажу в Японии 3 марта 2005 года. В тот же день он был показан широкой аудиторией на Женевском автосалоне. Двухлитровый двигатель имел доработанную турбину, в результате чего мощность двигателя возросла до 291 лошадиной силы и 392 ньютон-метр крутящего момента. Лансер Evolution 9 имел следующие комплектации. По результатам испытаний, каждая из четырех комплектаций имела несколько различающиеся результаты, а именно ускорение, управляемость и максимальная скорость. Несмотря на то, что модификация RS и была самой легкой, она не превосходила стандартный Evo 9 и модификацию MR на треке. Это было связано с отсутствием у модификации RS заднего спойлера. В дрек-гонке все модификации примерно одинаково быстры. Комплектация RS была создана для ралли, и раллийные команды часто использовали ее для гона. Салон автомобиля в комплектации RS был весьма спартанским, решенным большинства удобств, что с одной стороны позволило держать цену на разумном уровне, а с другой – обеспечить хороший уровень продаж автомобиля гоночным командам. Впервые Lancer Evolution Wagon сошел с конвейера в сентябре 2005 года. Универсал построен на базе седана Evo 9. При этом кузов универсала практически полностью копирует седан. За одним важным исключением – он сделан более прочным и крепким, чем у седана. Усиление кузова было осуществлено за счет повышения коэффициента жесткости его стоек, а также благодаря общему укреплению структуры. При этом кузов Evo Wagon весит не слишком много, поскольку в его состав входит значительное число деталей из алюминия. Прочная, близкая к монококовой структуре кузова обеспечивает превосходные ходовые характеристики и отличную управляемость. Интерьер салона универсала, так же как и его экстерьер, во многом копирует седан Evo 9. Эволюшн 10 Эволюшн 10 поступил в продажу 1 октября 2008 года в Японии. Используется рядный 4-цилиндровый турбированный мотор объемом 2 литра. С ним Evo 10 разгоняется до 100 км в час за 4,6 секунды. Крыша, передние крылья и каркас спойлера сделаны из алюминия. Первые модели имели двигатель мощностью 276 л.с. и крутящий момент 422 ньютон-метр. В 2009 году в связи с отменой японского соглашения о 276 л.с. мощность двигателя была повышена до 296 л.с. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 11-й Эволюшн, со слов изготовителей, замыкающая версия линейки Лансер. Он будет относиться к семейству Ралли. Исключительно для любителей огромных скоростей и спортивного образа жизни. Разводители рассчитывают на высокий спрос преимущественно среди молодежи. Кузов 11-го Evo претерпит сильные изменения в сторону спортивного стиля и ухода от классических элементов предыдущей версии, которые уже изрядно надоели автолюбителям. Ждем новинку в 2019 году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин